Нет дома, нет проблемы. Жилой дом на улице Обозной снесли, даже не спрашивая согласия хозяев квартир. Дом номер 10 был предназначен под сносы и расселение, но после того, как части жителей переселили, дом подожгли. Как обычно, это сделали неизвестные. Однако полностью дом спалить не успели, и конструкция продолжала стоять. Хотя сами люди в ней уже не жили, в закрытых на ключ квартирах находились их вещи. Жители ждали, когда строительная компания их все-таки расселит. Но совершенно неожиданно, средь бела дня, люди увидели, как строители уже доламывают их дом. Осталась только одна стена. Вот, видите, вот железо лежит. Вот как раз на первом этаже была квартира, и на втором этаже наша квартира была. На первом этаже, вот как войдешь прямо, и на право. Там была хорошая у меня комната, кухня большая, я сделала, и ванну там поставила. И было АГВ у меня, все было новое, хорошее. Я сегодня еду на работу, смотрю, батюшки дома нет. Это вот свидетельство на право, что это одно из свидетельцев. И договор купли-продажи или дарения. Сломали без разрешения, без предупреждения. Ну, снесли дом. То есть, фактически мы остались на улице, без жилья, без ничего. Нет ни квартиры, ни жилья никакого. Где нам жить? Ничего нет. Когда сгорел дом, нас предвятили родственники. Их трое, и нас трое. Вот представьте мы, спать ложимся на полу. Мы надеялись на что-то. Ну, надежда у нас рухнули. Все, причем, в одночасье. Видите, трактор все разрушил. То есть, мы лишились. У нас нет ни имущества, ни квартиры, ни компенсации. КамАЗы все уехали. Номера машин записал. Прораб сидит в машине, Митсубиси спрятался за забором. Тук, тук, тук. Здравствуйте. Мужчина. А что вы не хотите с нами общаться? Они даже не ходить не хотят. Мне ничего не показали, не сказали ни имени, ни отчества, ни названия фирмы, ничего. Сказали, что их прислали от фирмы ломать дом. А экскаваторщик что говорил? Бросил и убежал. Сказали, что нас отозвали. До завтра. Пытались выехать, но я не дал. Переградил машину в воротах. Удерживая представителей строительной компании, жители вызвали полицию. Наш дом снесли. Без нас. Без нас. Я теперь должна жить под этой бумажкой. Или подстелить, или крышу накрыть. А вот, там стоит машина. Номер команды я заклипался. Он не предстарался. Апись института. Апись института. Если у вас не думает, чем вы двигаете, то есть у нас что-то было. Вот, нет. У меня тут. 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 Жители обратились в полицию с просьбой разобраться по данному факту, установить, насколько действия были законны. Также обратилась сторона, которая организовала снос дома. Они утверждают, что у них есть все документы, на основании которых их действия были вполне законны. Но на самом деле никаких документов на снос дома не существует. Как сообщили в администрации, они никаких разрешений не давали. По факту предъявленных документов о том, что жители имеют на руках свидетельство о собственности, будем обращаться в прокуратуру городскую и районную. Есть подозрения о том, что действия данной компании несколько не укладываются в рамки законодательства. В самой строительной компании каких-либо комментариев не дают. Вы можете сейчас прокомментировать. Почему так работает ваша организация? Я вам еще раз повторяю, некому комментировать. Никто вам не сможет дать никаких комментариев на эту тему. Вы почему здесь оказались? Вы согласовывались с тренческими? Можно просто узнать, что жителям теперь делают. Мы же безданных справ. Мы же сейчас не можем вынуть из кармана директора и получить в нем комментарии. Совершенно верно. С руководством строительной компании нам все же удалось связаться, но лишь по телефону. Руководство заявило, что все произошло случайно. Дом упал сам. Ну, он сам упал. У нас была предписанная администрация. А вот уже мусор и автарка, выгорящая конструкция. Там вытаскивают, там все-таки спорные зубы и рухли и все остальное. В общем, кто, как и когда будет расселять жителей снесенного дома, предстоит решать правоохранительным органом. Кстати, интересная деталь. Данная компания имеет непосредственное отношение к скандальной городской стройке на пересечении Симашко и Ковалихинской. Это та самая стройка, которую пытаются остановить городские власти, но пока все попытки ни к чему не приводят. А переговоры с руководством компании мэрии провести никак не удается. И вот новая скандальная ситуация. Эти компании хоть и называются по-разному, но располагаются по одному адресу и подчиняются одному человеку.